Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделии. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами разговариваем о сроках осенней посадки винограда. Часто вы задаете вопрос, а не поздно ли еще садить? Вот мы с вами поговорим о сроках, немножко поговорим о саженцах, покажу в каком состоянии наши саженцы к школке. Да, вот это вот все школка. Значит, смотрите, сроки. Если саженец вызревший, саженец ушедший на покой, то пока не замерзнет земля, его смело можно садить. Ему не надо какое-то время на переживание, он находится в состоянии покоя. Аналогия с плодовыми деревьями. Точно так же, вы берете дерево, оно уже сбросило листочки, оно в состоянии покоя. Пока мы можем землю копать, пока она не замерзла, все это можно высаживать. В принципе, в наших условиях последних лет, это чуть ли не до Нового года. Ну, конечно, там уже смотрим, когда нам удобно поехать на наш участок. Может быть, уже становится холодно и некомфортно, мы не хотим ездить. Но, повторю еще раз, что пока не замерзнет земля, даже если снег выпал, но земля под ним мягкая, тоже можно спокойно высаживать. И такие растения прекрасно перенесут зиму. Что касается наших саженцев и школки, смотрите, еще зеленый лист совсем. То есть, растения еще продолжают свою жизнедеятельность. И, как минимум, недельки-две мы еще подождем. Пусть они еще подозреют лозу, кому надо подозреть. Хотя, у многих уже лоза прекрасно вызревшие. Сейчас мы даже пойдем несколько примеров посмотрим. Ну, вот, снял на камеру со штатива. Вот то место, где я стояла, видите, здесь лоза вызрела, в общем-то, до верха. Конечно, не у всех сортов так. Вот, смотрите, здесь. То есть, на несколько почек вызревания есть. И, в принципе, пару дней, вот когда уже лоза начала вот так вот зреть, тогда достаточно буквально нескольких дней, чтобы все это вызрело. Вот здесь тоже видно, что вызревание хорошее. Вот здесь тоже, видите, лоза, ну, не на 100% вызрела, но уже процессы вызревания начались достаточно глубоко. И повторю, что буквально пару дней может быть достаточно для того, чтобы эти процессы, ну, скажем так, полностью завершились. Тем более, что погода еще позволяет. Вот прошлую ночь и позапрошлую. Был легкий приморозок, вот на месте, где я стою, чуть-чуть был ими по траве, но тут такая небольшая ямка. На остальной части участка вообще все было хорошо. Но такое понижение температур, оно создает очень стрессовую ситуацию для растений и дает ему сигнал, все, пора зреть, пора готовиться к зиме. И поэтому мы не спешим, да, повторю еще раз, лист висит, лоза дозревает, и пусть дозревает. Погодные условия нам позволяют это сделать. Пока что планируем недели через 2-3 школку выкапывать, и тогда уже начнем раздавать саженцы. Обязательно, как только мы начнем это делать, мы выпустим видео, что все, готовьтесь, да, вот-вот мы начнем саженцы раздавать и отправлять. И большая просьба, конечно, в это время проверять свои почты. Если вдруг от нас ничего не приходит, бывает, что-то в спам попадает, где-то там что-то не так указали, даже номер телефона в одну цифру ошиблись, все, мы не можем с вами связаться. Связывайтесь с нами сами. Не стесняйтесь, только просьба писать. Потому что копать, сортировать, комплектовать заказы, заниматься ребенком и отвечать на звонки, но у меня, к сожалению, руки только две, у мужа их тоже только две. Больше как-то вот у нас не получилось этих самых рук заиметь. Поэтому пишите и еще такой момент в WhatsApp. К сожалению, это вообще самый мой ненавистный мессенджер, я не знаю, почему его некоторые любят, у нас с ним большая проблема. Он бесконечно просит обновления, потом он не хочет обновляться. Неделю-две можно в него там пытаться зайти, и он пишет какие-то ошибки. Поэтому WhatsApp может быть, может не быть. Я не знаю, через 2-3 недели, может, у меня получится как-то восстановить. К нему доступ, может быть, нет. Поэтому Viber, Telegram, электронная почта, вот это то, что работает. И это то, почему с нами можно будет связаться. Поэтому пока еще набираем здесь терпения, ждем, да, можно готовить ямы, если вам нужно их готовить. Если уже все готово, то расслабляемся, ждем. Недели примерно через 3, ну, как только, да, мы будем смотреть по состоянию, как только все будет готово, мы выпускаем видео, все мы выкопали, и сразу же начинаем с вами связываться. На этом я с вами прощаюсь. Большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Под роликом нажав кнопку «Щ». Ссылка на каталог наших сортов винограды и наш контакт. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok